Девчонечки, мои красотулечки, всем привет, мои красавицы! Девочки, сегодня я хочу вам рассказать очень классный рецепт, мой семейный, так скажем, рецепт. Это рецепт моей бабушки от простуды, девчонки. Ну, сами понимаете, сейчас наступает осень, затем зима, и волей-неволей все мы простываем, наши близкие, и поэтому им надо помочь. А помочь, девчонки, может вот этот прекрасный и замечательный рецепт старинной девочки. А рецепт такой, очень простой. Идете в аптеку, девчонки, и покупаете травяные сборы. Да-да-да, сами прекрасно знаете, что, к сожалению, таблетки у нас очень много и подделок, и левых, сами знаете. И поэтому, если мы сами себе не поможем, никто нам не поможет. А помогут нам наши травы. Потому что, что еще расскажу, девчонки, моя бабушка была в Царстве Небесном, она была травница, она очень хорошо знала травы. Я тоже неплохо, кстати, в травах разбираюсь. Вот, и всегда нас она лечила и меня научила. И вот сейчас я вам расскажу, девочки. Нам нужно с вами грудной сбор. Покупайте, записывайте, девчонки. Я уверена, что вам это пригодится и им. И вот этот вам рецепт очень понравится. Еще раз говорю, запишите, расскажите другим девочкам. И поделитесь со всеми. Серьезно, прекрасный рецепт. Ну, просто замечательный. Я уже давно-давно, долгие годы, я лечу так и своих, и детей, и близких, и своим девчонкам, знакомым. Все рассказывают, все об этом уже знают. Вот теперь рассказываю, девчонки, вам. Делюсь. Итак, еще раз, я отвлеклась, извините. Покупайте грудной сбор, покупайте почечный сбор и печеночный, девочки, покупайте сбор. То есть сбор для печи покупайте. Вот, он как-то, я не помню, как же он называется, что-то гепа, тар-тар-тар. Вот так вот. Спросите, ну, спросите, скажите, мне для печени сбор, мне травяной сбор для печени. Так, что дальше делаем? Берем, девочки, из каждого сбора по пакетику, берете точно, грудной пакетик, из почечного сбора пакетик, из печеночного сбора тоже пакетик, литровую баночку и заливайте это все кипятком. Кипятком заливайте, еще раз напоминаю, в литровую банку. Рецепт, девчонки, обязательно под видео я напишу. Вот, значит, залили кипятком, можете меда туда положить, ложку столовую и лимончик, ну, бросить кружочек. Это все укутать и вот это вы должны за день выпить. Поняли, да? Ну, еще раз, что хочу сказать, девчонки, без фанатизма, пожалуйста, если вам что-то, лекарства какие-то прописали, пейте, пожалуйста. Кто не хочет лекарства, не пейте, можете вот этим сбором обойтись. Ну, еще раз повторяю, что без фанатизма можете и проконсультироваться у врача это, если ребенку вы будете это. Кстати, детям это можно, пожалуйста, детям маленьким. Вот, ну, еще раз повторяю, проконсультируйтесь своим врачом обязательно. Вот, и пьете вот эту банку, вы должны выпить в течение дня. На следующий день встаете, опять завариваете себе на день вот это и пьете снова. И вот я вас уверяю, вы неделю пропьете, вот эти вот сборы, да, и вы про свое ОРЗ забудете. Я еще раз говорю, я рассказываю про ОРЗ, не про какие гриппы, не про какие пневмонии, бронхиты. Это, конечно, все другая тема, абсолютно. Я рассказываю просто про легкую простуду, там, горло, насморк, то есть про ОРЗ. Вот. Замечательный рецепт, просто прекрасный, еще раз говорю. Все возьмите на заметку и расскажите своим и друзьям, девочке, и близким. Ну, а я, как всегда, все, что знаю, девочки, я с вами поделюсь, мои красавицы. Ну, кто новенькие девчонки, подписывайтесь, будем дружить, девочки. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока. И не болейте меня, не болейте никто. Пока, девочки, пока.